Расскажите, пожалуйста, о том, чем занимается ваш фонд. Мы знаем, что Литва очень много помогает. Поделитесь именно вашей работой, чем конкретно вы занимаетесь. Мы сейчас, именно по потребностям Украины, как мы это понимаем, сейчас покупаем очень много разных предметов и вещей, которые именно очень нужны на данный момент. Я могу дать несколько примеров. Мы сейчас покупаем, например, около 15 тысяч бронников, где-то 20 тысяч касок, которые мы знаем, потому что мы общаемся буквально со всей Украиной на данный момент. Мы это начнем скоро передать. У нас потребностей очень много, ужасно много. Я немножко хочу бы, хотя бы сказать, что именно люди меня звонят, пишут, что дайте мне 10 бронников. Сейчас наш масштаб чуть другой, надо, чтобы было понятен, что мы можем делать, но надо по-другому действовать. Без этого, конечно, тепловизоры, дроны хорошие, машин, очень много машин передали. Как раз я вчера передал, вместе с партнером передал 65 машин. Но джипы там всякие такие. И потому что у нас на данный момент есть ресурсы, люди точно понимают, что происходит. Нам сильно, очень сильно сейчас переведут деньги, помогают по-другому. Но я думаю, что скоро мы соберем всего 20 тысяч миллионов евро. Да, 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 да. Это именно на этот момент? На этот момент. Ну да, я думаю, что скоро будет. Сейчас, но не совсем только. Потому что мы понимаем, что в Бальтике, особо в Литве, люди прекрасно понимают, о чем идет речь. Если Украина, ну скажем, не выдерживает тогда наследующие, это мы. И без этого, но есть тоже искреннее уважение Украине, потому что мы понимаем, что это очень-очень тяжелый момент, когда Россия нападает со своим, ну, со своим силам. И все-таки огромная страна на Украину. Мы, конечно, понимаем, что надо, ну надо понимать, надо помочь просто. А на помощь вам именно только люди скидывают деньги? Или бизнес тоже помогает? Как ваше финансирование устроено? Предприятия разной фирмы, ну, например, я не знаю, сколько разговоров у меня было, например, какая фирма смотрит, мы хотим перевести, условно, 10 тысяч евро, 50 тысяч евро, 100 тысяч евро. Так что, и мы, конечно, мы отработали это все. Это не так, что просто люди, мы же 8 лет, в принципе, занимаемся, мы знаем, что делаем, и люди это понимают, что мы, но мы в курсе, скажем так. И когда это все началось, я сам, ну, когда напала, я сам был в Весопорожье, тогда я как раз ушел из фронта, несколько часов раньше. Мы просто отработали, ушли, в гостинице были, и тогда все началось. И я, ну, скажем, мне надо было побежать, ну, очень, так, скажем, драматично из Весопорожья с машиной, и все было очень сложно. Ну, тогда мой финансист мне написал на Фейсбук, что у нас, Йонас, у нас есть миллион. Это тоже очень такая, ну, вы понимаете, это так. Да, это огромная сумма, на самом деле. Да, противореческого, скажем так. И мы сразу, конечно, начинаем работать, уже так, первый день. Например, могу сказать, что первое, что я делал, я купил 10 тонн топлива, например, для... Вы понимаете, потому что я сразу, что-то в виду, что топливо будет, это будет дефицит, но так что там купил. Вы начали помогать еще в 2014 году. Да, да, да. Как называется ваш фонд, об этом мне сказали? Blue Yellow, но зине желтый. Да. И почему в 2014 году приняли такое решение начать помогать, что именно тогда делали? Это было так, что я со своими партнерами, друзьями, мы срочно поняли, что ситуация, ну, на Крыму сначала, конечно, потом Донбасс, мы поняли, что Россия нападает. Это Россия, точно. И мы поняли тоже, что если там в Украине, ну, им поведет это делать, нам тоже будет то же самое, только вопрос времени. И без этого мы выдали, конечно, украинскую армию тогда, но это было очень больно смотреть. Я служил в нормальной армии, я служил в Швеции, я шведы, там обеспечение 110% просто. Сейчас это, ну, как просто, ну, не знаю, как это называть. И мы решили тогда начинать именно, ну, поддержать вооруженные силы Украины. И это длинный рассказ. Я написал книгу, сам называется «Донбасский джаз». Ну, джаз, но импровизация, это, вы понимаете, такое новое. Да. И это сейчас на литовском, и я думаю, что у нас в этом году, может быть, в конце этого года будет переводено на украинский. Так что, видимо, что будет. Конечно, сейчас все продолжается, потому что, конечно, моя книга окончилась, но сюжет примерно год назад. Все это тогда, тогда какая ситуация была. Сейчас уже новый этап. Почему ваша страна нам помогает? Почему вы так много для нас делаете? Ну, бывает, что люди даже в Украине, мне спрашивают, почему литовцы проживают больше, чем самые украинцы? Ну, я думаю, что это можно сказать так, что, ну, условно говоря, 30 лет назад все было то же самое, но после Советского Союза. Ну, у нас сейчас все действительно по-другому. Мы члены С, члены НАТО, и мы видим просто другой мир, ну, другое понятие там всего. И я думаю, что самое главное, что у нас, ну, у наших людей точно есть, что потерять уже. Одновременно мы понимаем, что такая Россия, что, ну, империя, там, Советский Союз, понятие точно есть. Мы с тем самым тоже оккупировали, например, с 40-го года, который немножко напоминает ситуацию на Крыму, например. Так что много разных факторов, которые говорят, что люди, мы и так понимаем, и у нас есть что потерять, и мы можем помочь. Например, очень много пенсионеров, которые, скажем, условно продают в месяц нашей организации, ну, скажем, 20 евро. Это уже, вы понимаете, это... У нас уже пенсионеры могут это делать. Есть такое, скажем, и мы как-то... Мы так живем. Конечно, Литва – это отдельный разговор. Не Латвия, не Эстония, не Польша тоже помогает. Но мы как-то... Не знаю. Без этого, например, у нас власть и государство, и государство, и государство, и общество – мы достаточно одинаковые понятия о Украине. Что надо делать, что опасно, что... Мы, когда иногда мы найдем общий язык, но мы сотрудничаем по разным вопросам, которые, по-моему, до сих пор в Украине было бы почти невозможно. Вчера, например, я говорил с разными людьми в Литве, которые там, скажем, и на которых позициях, и мы чувствуем, что нас, например, поддержают. Но есть поддержка, скажем, тем, что мы делаем. И еще могу сказать тоже, например, когда все уже началось, это нападение сейчас, очень много компаний, частных компаний сразу предлагали свою помощь нам. По логистике, по маркетингу. И мы чувствуем, что мы достаточно единые. Все сочувствуют Украину, все понимают, что это для нас тоже, но это важно, это опасно. И что могу сказать так? Сильный гарант безопасности. Для нас это очень, очень полезно. Украинцам, почему нам важно стремиться в ЕС, к НАТО? Почему вам это надо? Но с такими соседами, извиняюсь, но как по-другому. С Россией не по дороге. С нынешней Россией не договоришься. Это просто не ЛСА доверят. Но я даже не надо это сказать. Это очевидно. Даже те, которые раньше, ну да, как-то договориться. Страна, которая обстреливает города, там, не о чем говорить просто. Это бессмысленно. И единственная альтернатива, это Европа. Ну, это значит ЕС и, в принципе, тоже НАТО. И я думаю, что каждый нормальный украинец это точно видит. Что по-другому не может быть. Потому что с таким соседом рано или поздно еще будут какие-то проблемы. Россия, это дурдом. Это просто, ну не знаю, как это назвать. Какая там дурдом, мафия, не знаю. И с такими соседами, ну, не очень. А если можете, поделитесь ближайшими планами по помощи, что сейчас в работе, в процессе. Мы сейчас передадим огромное количество. Бронников и Казак. Огромное количество. По схеме. Не только так, что мы отработали сейчас, но как механизм, как это делать. И так далее, так далее. А получаете какую-то реакцию на помощь из Украины? Возможно, просто простые люди вам пишут. Так они, ой, ежет, боже, каждый день. Мне звонят, может быть, из Украины каждый день может быть 100 людей. Но там всем почти нужна помощь. Там по бронникам Казакам основанно. Иногда звонят, стражки, ну, меня зовут, я звоню из Каркова. А я говорю, бронник и Казак. А, откуда знали? Такие моменты. Не, в общем, мы, да, конечно, там это сильно чувствуем, что там люди знают и обращаются. И когда мы продаем помощь, ну, условно говоря, на границе. Там мы со всеми общаемся, все делается. Ну, я просто... Я в восторге от того, как можно эффективно и, скажем, даже, ну, активно и быстро передать помощь. Мы все отработали, все есть. Только сейчас масштабы другие. У нас очень-очень много всего. Вы сами понимаете, что тысяч, двадцать, тридцать тысячи кассиков, это не так, что там просто можно держать у себя дома, ну, спать, спать комнату. Это уже другое дело. А может, за эти все восемь лет, можете так главные цифры назвать, сколько всего удалось передать в Украину? Примерно, надо не сейчас, примерно где-то двадцать миллионов долларов. Ну, плюс-минус как-то сейчас. А в чем самая большая потребность вот на данный момент? Ну, как сказал, кассики, броню, всем бросит. Ну, есть какие-то другие, там, дроны, тепловизоры, машины, конечно, медицина, аптечки и так далее, так далее. Так что, это, это, мы знаем, мы работаем. Так это тоже. Есть другие потребности, о которых сейчас я могу говорить, но есть. Мы в курсе, мы в курсе. Я иногда американцам говорю, что дайте нам сто миллионов, просто спокойно увидите нашу работу. Кстати, вот вы вспомнили про американцев. А с какими еще странами, возможно, сотрудничаете? Ну, совсем, в принципе, есть спонсоры, есть люди в очень много разных странах, и в Европе, и Америке, Канаде, Израиле, даже Тайване есть. Там, 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 не, ой, ой, да, есть, есть много, есть много друзей. На войне, это самое главное, это не враг, а друг. Кто твой друг? Это такой, так. Спасибо вам за то, что являетесь друзьями для нашей страны.